Приветствую вас и, понимаете, вы описываете определенные следствия того, что с вами произошло. То есть вы говорите, вот, мы поняли с мужем, что разные люди, разного хотим от жизни и так далее. Мы поняли с мужем, что вместе быть не очень-то и хотим. Вы поняли, что не любите его, но при этом относитесь друг к другу хорошо и уважительно. А проблемы начались два года назад. И вот о них вы ничего не пишете. Почему два года назад начались проблемы? С чем эти проблемы были связаны, пытались ли вы их разрешить и так далее. Вы разные люди, впечатли вы. И это нормально. Все разные люди. Но почему-то вы не можете быть разной с ним спокойно. Как вам правильно вот сказал мой коллега. Понимаете, вы сейчас, в основе дела, провоцируете выкидыш, например, кинобла. И вы знаете, опять же, если вы считали, что с мужем надо разместиться, что вы его не любите и так далее, то почему вы не прерывали беременных на раннем этапе? Не очень понятно. Сейчас вы говорите о том, что вот, не хочу разнать ребенка в своих обстоятельствах и так далее, вы вправе так думать, вы вправе так говорить. Но поймите, что вы уже допустили беременность и вы не прерывали. Почему? Что вами двигало? И что вами двигало, когда вы не ушли от него сразу, как только поняли, что не любите и что хотите рад на вам жизни и так далее? Непонятно. Как бы, вы описываете следствие, но вот, свою рефлексию, свои мотивы, свои желания вы не описываете. Далее, значит, то, что вы несчастный, то, что вы хотите там от жизни того, чего не хочет вашему. Ну, это, в принципе, нормально. Вот. Зачем заставлять мужа жить так, как хотите вы? Если можно просто каждому из вас жить так, как хочет каждый. И стараться сделать друг друга счастливым при этом. Вы можете это сделать или нет? В этом заключается основной вопрос. Вы говорите, что рожать и жить отдельно для меня тоже неприемлемо. Вот почему? А что, по-вашему, лучше будет, если ребенок будет, например, в семье, где его родители, например, постоянно ругаются, постоянно ссорятся, постоянно выясняют отношения? Вы думаете, будет лучше это? Что значит для меня это неприемлемо? Почему неприемлемо? Вы тоже постарайтесь как-то вот подумать на эту тему. Расставьте свои приоритеты. Либо вы научитесь сами двигаться к своим целям, сами достигать своих целей. Либо вы будете стремиться к тому, чего вы хотите сами, вне зависимости, как вам сказал мой коллега, вне зависимости от того, сможем вы своими или без. Либо вам нужно расставить приоритеты и, исконяя из этих приоритетов, собственно, уже двигаться куда-то. Понимаете? Потому что вот что-то написали вы, это просто пассивное, пассивное такое вот принятие решения, не более того. Вы уже это решение приняли, вы не хотите ребенка, теперь осталось вам это решение, значит, окончательно реализовать. Вот и все. И из родителей своих приоритетов. Я думаю, что вам не нужно сейчас принимать какое-то решение, вам нужно спокойно, вам нужно спокойно во всем разобраться, подумать и так далее. Вот. Значит, вам нужно раздавиться точкой над И. То есть, с какого момента начались проблемы? По факту, с чем эти проблемы связаны? Готовы ли вы с вашим мужем искать компромиссы в этом аспекте? Любите ли вы его, хотите ли вы делать его счастливым или нет? Если нет, то выбор очевиден. Вот и все. Но вы пытаетесь сейчас снять ответственность с себя за принятие решения относительно ребенка? Если вы не хотите так ребенка расщать, это ваше право, тогда признайте себе, что вы хотите сделать аборт и сделаете его, потому что это ваше тело, это ваш ребенок и не нужно делать это только ради мужа. Если вы сомневаетесь в себе, сомневаетесь в своем выборе, то об этом можно поговорить, с чем именно вы не уверены в себе и почему. И решите этот вопрос. То, что вы сейчас переживаете, это нормальная идет перестройка ваших ценностей. Вам только нужно эту перестройку, эти изменения себе принять. А вы их не принимаете. С чего-то боитесь, с чем-то не уверены, может быть дело значений для вас в неверных установках, в том числе из родительской семьи и так далее. Подумайте об этом. Подумайте. И в принципе, исходя из всего этого, вы можете уже и принять решение. А если сами решения принять не сможете, то обратитесь к психологам за помощью. Мы вам поможем с радостью. То есть смотрите, вы не задаете как такового вопроса. То есть вы говорите, возможно ли в этой ситуации быть счастливым. Возможно ли только в том случае, если вы любите своего мужа. И возможно в этом ситуации быть счастливым только если вы решите те проблемы, которые вы начали два года назад. Возможно быть счастливым, если каждый из вас, в данном случае вы, вне зависимости от мужа, от его позиции, будете продвигать свою линию поведения и будете стремиться к своему счастью. Вот и все. Если вот так ставить вопрос, то возможно. А муж, если он любит вас, то он примет. Если вы к этому не готовы, или если вы знаете, что он не примет вашу позицию, тогда нет. Тогда невозможно. Ну и если вы его не любите, то естественно, что вы можете полюбить кого-то другого. А если вы полюбите кого-то другого, то ваша жизнь превратится в вас. Поэтому если вы чувствуете, что мужа своего вы не любите, то во избежание ощущения пустоты в своей жизни имеет смысл от него отдалиться. Но это не означает, что это решит ваши внутренние проблемы, которые у вас есть. Потому что вы сами себя загоняете в несвободное положение, и вы не желаете принимать ответственность за себя. И внести эту ответственность за себя. Боитесь своей ответственности или не уверены в себя, опять же, с этим нужно разбираться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok